Район индивидуальной застройки в Старобине начал развиваться в 2012 году. Тогда участки под строительство домов здесь получили в том числе многодетные семьи. Постепенно район застроился, сегодня его называют Старобинским поместьем. А в семьях подросли дети, которым нужно посещать школы и детские сады. Добраться до учебных заведений Старобина, к которому юридически относится этот жилой район, можно на общественном транспорте. С 1 сентября в тестовом режиме запущен автобус Солигорск-поварчицы, который курсирует два раза в день и заезжает в Старобинское поместье. Кроме того, подвоз детей осуществляет заказной школьный автобус. Но вот к состоянию дороги, где находится остановка, у жителей есть вопросы. Мы обратились к председателю Солигорского районного исполнительного комитета по вопросу состояния наших дорог и, естественно, их улучшения. Первый очередной вопрос был – это асфальтирование дороги. Причем не всех дорог мы просим, потому что кое-как мы пытаемся самостоятельно их поддерживать, а той дороги, на которой на данный момент установили автобусную остановку. Дабы детки добирались на учебу в школу Старобин, в город Солигорск, родители на работу, поликлинику и все, которые необходимы инстанции именно в городской черте. Вопросы благоустройства будут решаться, отметил Андрей Жайлович. Заасфальтировать дорогу не обещают, но благоустроенный путь в школу детям постараются обеспечить. По словам главы района, грейдировать и качественно содержать все дороги есть силы и средства. Полторы тысячи километров в Солигорском районе из них асфальтировано ровно половину. Достойны все, безусловно. Но сегодня взять и все заасфальтировать возможности такой нет. У нас сегодня есть возможность качественно содержать те грейдированные дороги, гравийные, которые существуют. Здесь я вам могу сказать точно, что это мы делать будем. Асфальтировать эту дорожку у нас в планах не было. По поводу движения детей мы уже говорили, мы обследуем маршруты Старобин, ну поместье-детский сад, школа и посмотрим, как эти маршруты можно благоустроить. У молодой мамы Ольги другая проблема. Своего ребенка она определила в городскую гимназию. А туда добираться сложнее. Чтобы сесть на подходящий по времени регулярный автобус Старобин-Солигорск, нужно преодолеть путь в полтора километра. Мы хотим, чтобы нам пустили автобус, Старобинский автобус. По его расписанию, ну хотя бы, ну близко, вот, ну не знаю, может через автобус как-то вот по времени, просто расписание там через час, он, наверное, каждый час ходит. А нам хотя бы, чтобы дети могли добираться во вторую смену. Ситуацию прокомментировал представитель автобусного парка. По его словам, проблем с подвозом школьников сегодня нет. А вопросы по организации движения, такие как оборудование остановок и устройство разворотного кольца, будут решаться. Да, сегодня автобус отправляется от улицы Якуба Колоса через Старобин-поварщицы в 7.20. И это устраивает тех родителей, чьи дети ходят в Старобинскую школу. Наш автобус также подвозит школьников с деревни поварщицы. Раньше это оно как бы и не получается. Дополнительный автобус выделить мы сегодня не в состоянии. Те дети, которые собираются сегодня ездить в городские школы, я считаю, что это вопрос, конечно, родителей и отдела образования. Почему они приняли такое решение? Есть сельская школа в Старобине, пожалуйста, там оно все обеспечивается. Район продолжает строиться, число жителей в нем растет, возникают и новые житейские вопросы. Обустройство пешеходных дорожек, ограждение мостиков через овраг, установка указателей развязок улиц, чтобы медики или спасатели в случае необходимости быстро нашли нужный адрес. Эти вопросы также обсудили в ходе приема.